два года целых два года прошло как я записывал последнюю восьмую серию на свой канал и только сейчас в 2024 году вы наконец-то можете увидеть эту серию и я конечно же тоже рад да были стримы хотя последний стрим был год назад и до этого еще год назад поэтому я это даже считать не хочу вы можете просто посмотреть на дату когда в последний раз туда входил это примерно там через сутки через двое после стрима последнего я заходил и все после этого я вообще до него не драгивался и сейчас я бы вам бы хотел бы рассказать что вообще было с первой по восьмую серию чтобы вам напомнить да и себе тоже собственно что было в этом на сплее и василия она начинается с того что как ни странно я начинаю добывать дерево добывать пиво иисус и там деревянная кирка потом каменная то есть вот эти стандартные предметы уголь железо то есть все что как бы в любом на сплее с модами не с модами то есть начинается как правило до начинается именно с этого и собственно у меня это не стало исключением я также это все сделал все также и началось собственно сборка у меня больше такая индустриальная как бы и то есть поначалу как бы все идет в рамках самого майнкрафта потом уже идет дальше заходить в первые данжи там и так далее остановился в конце этой серии на том что я зашел такое здание похоже очень на какую-то типа заправки и в общем я там остановился в каком-то магазинчике и собственно на этом серию и закончил при этом я еще нашел там точнее они меня скорее нашли 10 каких-то путешественников жителей ну если первая серия получилась не такая уж и интересные как бы это только начало то есть там еще ну как бы ничего не понятно только-только как бы начал то во второй сей начинается то чего я вообще не ожидал я решил то что нужно найти нормальное место либо для дома либо какой-то интересный данж и решил то что я просто уйду из этой заправки заберу все мои предметы и также я решил разрушить кирпичи этой заправки разрушил собственно это здание и собственно я остался вообще без любого укрытия у меня больше ничего не было и это стало моей фатальной ошибкой потому что вся серия заключалась в том то что я меня просто убивает монстры и сделали они мне кажется это раз 20 30 поэтому я просто понял что ну то есть что делать как меня просто убивали и все я ничего не мог сделать но в конце второй сей я решил то что все я уплываю из этих всех островов уплывая просто с этого места в море куда-то и просто уплыл на ловке банально при этом я нашел потом корабль и решил остановиться в то серии там но при этом я поплыл еще немножечко дальше и понял что там есть военное судно и я понял что будет весело 3 серия стала для меня самой неожиданной самой эпичной потому что я просто зашел мир еще не собирался ничего записывать в тот день просто зашел решил немножечко отстроить корабль просто чтобы какая-то крыша была чтобы я понимал что я в безопасности но меня в тот момент атаковали у меня начали гореть корабль и потом к утру еще подплыли военные и собственно я меня просто поубивали куча раз и оттуда я решил снять хотя в 3 серия я думал что я просто буду сам атаковать военный корабль думал что я его как-нибудь изведу и как мы пройду куда-то в итоге оказалось что мне пришлось эту затею как бы положить долги ящик собственно так и получилось поэтому я нашел остров пустынный маленький и там решил в данжике как бы из данжа короче превратить такую временную базу собственно я там и поселился аж до 7 7 4 сей я уже начал полноценное развитие как и должно было начинаться там со второй сей я начал добывать иисус и появились первое оружие там пушечка самопалу хоть она и самая слабая но все равно это хоть какая-то была защита лук пила скрафтил пилу и собственно какая-то броня я уже понял что хоть чуть-чуть но я уже что-то могу дать какой-то отпор собственно 4 сей я получилась такой как бы очень продуктивный 5 сей я решил штурмовать этот военный корабль это судно потому что у меня уже появились какие-то предметы была какая-то броня и я уже понимал что хоть как-то но я смогу атаковать его собственно вся серия есть заключалась том то что я пытался зачистить корабль этот и собственно у меня не было никакого как я уже сказал хорошего оружия у меня была только пила лук и там вот это фиговая пушечка в итоге я зашел на корабль залутал первые сундуки там оказалось нормальные там винтовки пистолеты хоть и не было там патронов но внутри самих пистолетов как бы была как бы обойма поэтому я так и отстреливался то есть она заканчивается беру новое стреляю заканчивается беру новое из новых сундуков и собственно так и получилась зачистка собственно я смог с этим справиться хоть это было и нелегко и на этом все и закончилось это моя была первая победа в этом москве 6 сей я решил то что я буду путешествовать по миру буду лутать какие-то данжи то есть я буду просто исследовать этот мир и целом все я получилось довольно таки интересное я после исследовал мир и меня особо даже не убивали но все равно получилось довольно таки тесно и также продуктивно то есть не может быть не так сильно как в каком 4 сей потому что и суксов я только не добывал в целом все я получать довольно хорошее но вот уже в седьмой сей наконец-таки я начал заниматься индастилом и вся сия была в том что я как бы уже начинаем в мода хоть как-то немножко развиваться и пусть сия получилось такой себе потому что там было всего-то fps 15-20 и то есть из-за того что просто записался и и неправильно но все же я ее решил выложить потому что сама сия получилось довольно таки хорошая и меня там даже ни разу не убили впервые за шоссе и поэтому сия получилась максимально мирная и просто я развивался перед тем как и со снять 8 серию у меня произошло на канале два стрима по тех нахату на которых я построил свою новую базу на совершенно новом месте на равнине и я просто еще приехать с того острова потому что ну это уже не дело было то есть я понимал что мне нужна большая база раза в четыре пять больше у меня уже на моей этой старой базе вообще место не хватало я уже не знал что как поставить хоть как-то это выглядело адекватно да и вообще уже место не было я понимал что нужно просто уже новое место и собственно уже когда вышла 8 серия уже сразу показывал свою базу и собственно уже я понимал то что все уже тела как бы пошли в голову у меня есть база уже есть все какое-то строение то есть я уже понимал что сейчас буду просто улучшать его буду развиваться всяких модов добывать ресурсы и все также после этого я провел счет вас снимать эти 4 с ним по тех нахаткову и после этого я пропал хотя я думаю что запишу эту же серию девятую серию но я ее записываю только сейчас спустя два года я просто перестал вот это все записывать тех нахатков но у меня была весомая на это причина у меня пропал мир и собственно об этом сейчас и пойдет речь уже в самом мире уже не просто пересказ в общем давайте встретимся уже в самом мире тех нахаткова знаете вот какой-то прям интересы прям вот как-то даже съем на немножечко вот ну ладно ладно все запускали ахренеть ахренеть тех нахатков господа тех нахатков я тебя вот этот мир я не видел больше года просто даже них ахренеть офигеть я зашел сюда как будто я не знаю пять лет сюда не заходил я просто в шоке господа просто в шоке все эти предметы база даже достроена вы этого еще не видели чтобы она была вот такой вот большой в общем я вам сейчас все расскажу спустя два года я наконец-таки могу сказать эти слова привет с вами лев и это девятая серия по тех нахаткову и мы начинаем погнали собственно да начать я хочу наверно с того собственно почему я не записывал так долго тех нахатков и помимо причины того что я на год пропадал еще до этого я планиров записать эту серию как минимум эту серию и собственно что произошло произошло то что я потерял мир и потерял я его довольно таки глупо в принципе потому что я на тот момент еще был на виду системе до на семерке и я еще пить и на виду с 10 собственно все данные там перекачал все сохранил но забыл про . майкрафта да я молодец я красавчик короче как всегда собственно профессионально все сделал да и собственно да так вы меня уже достали вы можете уже отсюда свалить пожалуйста вы чё у меня тут это самое чего вас так много то собственно ситуация в том что что да я просто не сохранил мир и у меня потерялись там и другие миры но собственно самый главный мир это был тех нахатков и собственно его я не сохранил а в этот момент у меня уже был готов в этот дом уже была вот эта вся база уже были какие-то предметы уже будто это танш была блутан кароче было уже что то сделано да уже было вот это все обустроено даже вот это новое место то есть мне подвал появился это вы вот это если вы смотрели 5 участия май не четвертый то вы уже вот это все могли видеть до то есть собственно вы сейчас следите этана сейф первый раз да это все было на стримах Этот подвал, да, появился, кстати, еще второй этаж. Собственно, да, все довольно-таки банально. И вот это то, что вы сейчас все видите, это все было построено заново в креативе. Вот этот весь дом на том же месте, да, это все я искал, да, то есть нашел это место, это же место, да, построился прямо здесь. Все, короче, смотрел, как на стримах выглядит, да, и, собственно, я это смог сделать. Я это начал делать, наверное, через месяц или через два после того, как у меня вот эта вся ситуация произошла. Наверное, как раз-таки стрим и был месяца два назад, четвертая часть стрима. Собственно, да, я это сделал и перестал вообще записывать новую серию, хотя я думал, что я запишу сразу, как восстановлю этот миф, расскажу это. Почему так, собственно, произошло. Кстати, у меня была еще пятая часть стрима, она была уже год назад, собственно, после той части. Я уже вообще не заходил на Технокопкор. И, собственно, да, там вот это все было готово, я это все рассказал, то, что, ну, в чем была проблема. И, собственно, я все вернул, это главное, то есть мир сохранен. И это стало одной из причин, почему я, собственно, перестал записывать серии, потому что, ну, просто я потерял мир на тот момент, да. Собственно, после пятой части стрима я думал, что все, я запишу, все будет идеально, будет вот эта девятая серия, ну, и, собственно, тут дальше записывать. Но все затянулось, потом я с канала вообще пропал, да, просто на год. Притом я так до сих пор и понять не могу, как год целый прошел. То есть я просто исчез, и год вообще роликов не было. И сейчас я только потихоньку, потихоньку возвращаюсь. В общем, да, такая вот история. Сегодня, как вы уже поняли, чисто будет такое видео, как бы, ну, уже, наверное, его почти 15 минут смотрите, да. Чисто сегодня такая серия, чисто, ну, рассказать вообще, что произошло. Вот тут есть индастилдкрафт, то есть вот у меня генератор-дробитель, это седьмой серии, да, генератор-дробитель у меня появился. Это у нас здесь стоит, то есть это будет территория индастилдкрафта, тут, может быть, провода какие-то будут. Возможно, я как-нибудь расширю эту территорию. Я вообще хотел бы построить еще какие-то тут здания ядышком, да, обустроить эту территорию. Так, реально, вы меня уже достали, чего вы все эти звуки сдаете? Вот эти мобы самые бесятшие, их настолько много, то что их просто хочется переселять. Они, наверное, появляются, потому что цветы здесь, много цветов. Вообще-то, конечно, грустно. Ах, собака, она меня еще ударила. Блин, что, вот этой кровью, блин, гребаной, довольно тяжелая штука. Давайте еще раз покажу, собственно, да, у меня есть подвальчик, довольно-таки неплохо он обустроен. Вот так вот, да, то есть здесь есть такие вот вещи. Это все вот эти предметы, земля и так далее, я все восстановил по стримам. То есть я просто смотрел, какие предметы у меня были добыты, и тут поэтому у меня сейчас прочность, прочность предметов. Некоторые предметы здесь отсутствуют. Ну как, чуть-чуть совсем отсутствуют, то есть я оставил самое важное. Вот это все было, короче, сделано через креатив, эти предметы, потому что, ну, я хотел, чтобы максимально было похоже. То есть вот это все, это я просто искал максимально похожие предметы. И, собственно, да, то есть видите, вот ресурсы, все мои ресурсы, которые у меня остались. Довольно-таки неплохо, то есть смотрите, железо, алмазы, то есть вы можете все здесь посмотреть. Железо вообще неплохо, вот еще стак железа. А учитывая то, что у меня сейчас есть индастриал крафт, по идее я это железо могу, ну, с помощью дробителей генератора, я могу его размножить еще в два раза. То есть у нас, в принципе, все не так уж и плохо. Это броня, тут все-таки подписано, да. Клам для индастриала, то есть это все делалось на снимах. Магия, вот предметы. Оружие, да, это пока что, ну, это единственное оружие, которое у меня сейчас есть, хотя, в принципе, неплохо. Да, всякие штурмовые винтовки. В целом все довольно-таки неплохо. Это дастил, иидий, тревесины гибеи, то есть все как бы довольно-таки приятно здесь, да. То есть есть броня, у меня сейчас броня вот такая вот. В принципе, самое крутое это темные ботинки, потому что, видите, они дают такой вот прыжок, они дают ходьбу по воде. Это тоже все было у меня восстановлено. Кламе седьмой сили, кстати, есть. Давайте его по-быстренькому покажу. Топленный бак, он пустой. Я просто уже сам ничего не помню. То есть я сейчас зашел чисто, знаете. Я реально, я, то есть я не проверял эти предметы. Я год назад последний раз этим занимался, поэтому я уже ничего здесь не помню. Кстати, лампы есть, можно здесь их... А, они так здесь есть. Короче, да. Это все... Вот это титой, скорее всего, будет для Индастриал Крафта использоваться. Возможно, не только для него, да. Второй этаж, скорее всего, это будет что-то связано с магией. Ну, возможно, да, там, хоть прям все... Не знаю, зельки какие-то делать будут. Ну, это я просто помню по памяти, да, как я планировал делать. Я, если честно, у меня был план. То есть я знал, что я могу сделать на эту серию. У меня был этот план уже довольно-таки давно. Уже, наверное, год назад он появился. Как раз-таки, когда я тогда стримил. Я хотел, короче, подраться с, ну, небольшим боссом. Такой вот спойлер, да. Ну, и, собственно, еще, может быть, некоторые вещички сделать. У меня, кстати, есть вот такие вот амулеты, видите, да. Эти амулеты я могу в принципе скрафтить, они влите, крафтится не так уж и долго. Эти амулеты, собственно, я в данжек и находил, да. Так, а че мне так много цветов, ну, там надо все убрать, да. Это сказать, что от этих чуваков выпадает, да. Мечи всякие, то есть амулетов у меня сейчас нету с собой. Но амулеты скорость и так далее. То есть есть куча вот этих амулетов, которые сильно, короче, могут упростить на иглу. Блин, капец, меня эти опять цветы. В общем, не важно, да. Цветы ей явно здесь садить не надо, потому что появляется, вот видите, опять появилась, да. Вот она, пожалуйста. Любят они появляться, к сожалению, они меня бесят вот этими звуками. Вот. Ну, короче, ничего с этим не поделаешь, ничего страшного, да. Да, были у меня монстры на моем пустынном открытии. Давайте, кстати, я вам покажу. Понастальгиваю, да. Старая база, да. Ой, как же я давно здесь не был. У меня здесь все пусто, да. Если что. Так, опа, да мне залезть ты. Да залезть ты, ну. Ботинки эти, что ли, мешают? Так, все, отлично. Здесь у меня, по-моему, все пусто. Да, я все забрал отсюда. Максимально пустая база. Я уже не знаю, буду ли я ее использовать когда-то или нет. Ну, так чисто телепахнуться, почему нет. В принципе, ну, неплохо, да. Так, вот, короче, старый остров. Здесь были твои еще более бесючие. Здесь вот, вот, вот эта твоя, она, видите, ворует ресурсы. У нее еще железо есть. Ну, как олявное железо. Ну, как дай, дай, все отлично. Как видите, здесь даже бьет остался. Это все седьмой серии, потому что я установил мод на зиму тогда еще. И хотел, типа, сделать новогоднюю серию, но по итогу не получилось. Я помню то, что я даже новогодний предмет устанавливал. Ну, мод специальный, да. Думал то, что что-то будут тут, что-то празднуют, да, новогоднюю серию устрою. Ну, в общем, не знаю, будет ли у меня эта серия или нет. Возможно, я устрою как-нибудь, ну, что-то похожее, да. В общем, такие вот дела. Надеюсь, вам все понравилось, да. Сегодня было видео такое. Я просто рассказал, что было в прошлой серии. Это, ну, довольно-таки, я считаю, важно. Потому что многие уже все забыли. Как и я, собственно. А мне, как и вам, это просто напомнило. Увидимся совсем скоро. Десятая серия выйдет намного раньше. Не через два года точно. Это я вам прям обещаю. Даже не через год. В этом году точно выйдет десятая серия. Все, даю обещание. Если не выйдет, то я не знаю. Удалю канал. Вот, все. Если десятая серия не выходит, я удаляю канал. Все, это челлендж. Все. Это, короче, запомнили, да. Если не выкладываю десятую серию, то все, удаляю канал. Все. Ну, а последнее, что я вам должен рассказать, это обязательно. А именно то, что я создал Телеграм-канал. Обязательно, как бы, подписывайтесь туда. Потому что это очень важно. Сейчас непонятно, какая ситуация с Ютубом. Возможно, действительно, что-то там заблокируют сейчас в России. И, ну, непонятно вообще, что будет дальше. То есть, чтобы вы хотя бы были как-то близко, что ли, да. То есть, ближе, да. Чтобы была какая-то связь. Потому что у меня есть уже и Твич-канал, да. На Твиче. То есть, если что, если действительно там заблокируют конкретно, то уже я буду хотя бы там стримить. Насчет роликов что-то еще придумаю. Может быть, на какой-то другой площадке. Правда, непонятно на какой. Потому что Ютуб мне, в принципе, нравится. И я не вижу просто альтернативы никакой нормальной. То есть, если стримы это Твич, например, то роликов записывать на всякий путь этих российских, я точно не собираюсь. Это бред. То есть, это максимальная хрень. Просто это хуже придумать нельзя. В общем, такие вот дела. Телеграм-канал. Подписывайтесь. Все такое. Всем спасибо. Пока-пока. И удачи. Десятая сия выйдет скоро. Обязательно. Потому что эта сия только вступительная. Да, кстати, приходите на стримы, телеграм, твиттер. Ой. Твиттер. Какой твиттер нафиг? Все спасибо. Пока-пока. И удачи. Увидимся. Десятая сия. И если... И если... Продолжение следует...